Всем привет, друзья! С вами как? Здорово, Бзи! И добро пожаловать на новенький, свеженький и вкусненький сникпик с новым эпическим бравлером Берри! Да, ребята, мы разберем его гаджеты, пассивку, атаку, умения, а еще, ребята, насколько он хорош против всех бравлеров! Поэтому, ребята, обязательно досматривайте до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра! Ну что, друзья, знакомьтесь, это новый эпический бравлер Берри! Ребята, это единорог с мороженым! Мы посмотрим его умения, пассивки, битву один на один, разные тесты, перезарядка умений, а еще Лекс расскажет нам мнения профессиональных игроков! Кстати, ссылку на оригинальное видео я оставлю в описании, поэтому, ребята, смотрим до конца! Пять тысяч хп! Тысячу триста двадцать атаки на одиннадцатой силе! И он у нас, получается, эпический бравлер поддержки! Он ходит в трио вместе с Честером и Мэнди! Подожди, я должен послушать его голос! Мне кажется, я этот голос где-то слышал, ребята! Я немножко позже попытаюсь понять, где его мог услышать! В уровне силы у Барри пять очков жизни! Пять тысяч хп! Окей! Не так уж и много! Для своего основного броска он бросает рожок с мороженым в небольшом расстоянии, который на 17320 террона при ударе! А затем остается на земле в течение шести полных секунд! Это вообще жесткая тема! Шесть секунд! А, но с дальностью, да, у него проблемы! Из всех метателей у него самая маленькая дальность! Окей! Он короткий из всех метательных снарядов! Да, я понял! Несмотря на то, что он наносит лишь немного больше урона, чем одна единственная мина! Однако, этот выстрел может нанести больше, чем просто нанести урон! Ну да, он еще и хилит! То есть, он, получается, бросает под себя или бросает под своих союзников и хилит по 660! Если вы бросите его в своих товарищей по команде или себе под ноги! И после ульты оставляет кучу лошадь, которые хилят и наносят урон! Да, это просто какая-то, не знаю, лошадь имбуха какая-то! Лошадьин Фу живет на 660 за 2 секунды в течение 6 секунд! Кроме того, выстрелы также заряжают ваш аккумулятор! И есть несколько приемов, которые я... Подожди! То есть, не говорите мне, что когда он бьет под себя и себя хилит, его... Эта атака заряжает ульту? Что?! Его ульта это просто жесть! Посмотрите, что он творит! Я в шоке! 3000 урона с ульта! Я думаю, что его пофиксят! Ну да, который также наносит урон Сумасшествие, просто безумие Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого Берри Кстати, насчет Берри Как только Берри появится в игре Как только Берри появится в магазине в Бравл Старсе Ребята, я буду разыгрывать его для своих подписчиков совершенно бесплатно Где, ребята, в моем телеграм-канале по ссылочке в описании сразу сейчас залетаете Подписывайтесь, и как только Берри появляется в игре Вы сможете получить его бесплатно в моем телеграм-канале Не упустите такую возможность Ну, а если вам нужны гемы, бравл пассы Или вы просто хотите сами купить себе Берри Есть официальный, безопасный и надежный магазин Мой личный, проверенный, я за него ручаюсь Магазин Робзишоп тоже по ссылочке в описании Можете туда подписаться Там просто нажимаете купить Выбираете каталог Бравл Старс Выбираете нужный вам товар Вводите данные СуперСлэйди Оплачиваете, и вам все зачисляют на аккаунт Ребята, я ручаюсь за свой магазин Ребят, я сам там покупаю Очень хорошая способность Скорость его передвижения нормальная Нормальная Ненормальной является то, насколько медленно он перезаряжает оружие Перезарядка долгая Судя по кадру, где он делает свой первый выстрел Больше 8 секунд на перезарядку трех Это вообще долго Его сравнили с Эдгаром У Эдгара, если не ошибаюсь, это вообще 2 секунды Офигеть Офигеть Даже Мортис быстрее перезаряжается У Бэрри 8,5 секунд Это очень долго И это его огромная слабость Это очень долго Однако ее можно немного преодолеть Используя его силу первой звезды Так, его первая пассивка Которая называется пол в порядке С этой звездной силой, пока Барри стоит в своем собственном мороженом Скорость перезарядки увеличивается на 50% И вниз стоит его скорость перезарядки увеличивается на 50% Ну, неплохо Так, сколько будет перезарядка, если он стоит в мороженом? Чтоб все еще немного Это медленный процесс Но с ним можно справиться Тем не менее Уже меньше 6 секунд Так, подожди Вторая пассивка Бэрри Атаки дают 20% урона На первое попадание Устраивать беспорядок С ее помощью Обычный удар Барри наносит на 20% больше урона при попадании Или только первый начальный уровень урона А, только первый, ну да Да, то есть остальные атаки бьют столько же Как это бесполезная пассивка, если честно Первое намного Ну да, на 260 урона больше Не-не-не-не-не Перезарядка намного круче Перезарядка в разы круче Я согласен с Лексом Да, да Гаджет отталкивает всех вокруг И наносит 1000 хп То есть хилит на 1000 хп себя и своих друзей Офигеть Первый из них называется Дружба Офигеть Вот это хороший гаджет Однозначно Мой маленький пони Мой маленький пони Они говорят, что Бэрри взят из Малитл Пони Возможно Так, а что за второй гаджет? Мне интересно Ну это имба Это однозначно крутой гаджет И он должен быть у всех Его второй гаджет называется Полезные добавки То есть подожди Он бросает свою основную атаку И она лежит на земле в два раза дольше? С его помощью при активации Офигеть То есть если какой-то есть узкий проход Он положит атаку на 12 секунд Это означает, что вы попадаете в свой гаджет Это очень круто Либо под себя хилит Либо сайт за стеной И бросить под себя И 12 секунд стоять хилится Жесть Жесть Так что оба его гаджета хороши И могут быть подобраны для разных стилей Да, но мне кажется гаджет с отталкиванием для метателей Это много круче Стандартные у него шестеренки Да, снаряжение стандарта Как и у всех начальных бравлеров Так, против нитов Нитов Кольта не убил Тебе, как все это происходило Итак, я использовал его звездную силу перезарядки И поместил его поближе к врагу Ага, то есть он перезаряжается быстрее Или себя плюсоносит рон Стоит он в упор Ну сколько разобрался Ни фига себе 34 победы из 80 Ну неплохо В упор В упор, ребята 1,9% выигрыша оцените И честно говоря, для метателя с низким уровнем здоровья Это довольно респектабельно Ну да Некоторые драчуны, с которыми ему удалось довольно легко справиться Были такими, как Поко, Пенни, Рико и Калет И прежде чем ты что-либо прокомментируешь Да, я понял, что неправильно написал слово герои Но ты все равно остаешься для меня героем Если используешь Коут Лекс А теперь немного забавного о взаимодействии с Калет На самом деле Барри может просто исцелить себя от повреждений, нанесенных Калет И без ее помощи она никогда не сможет его убить Сейчас у нас тоже были по-настоящему близкие моменты Например, с Розой Да, даже когда мы были лицом к лицу с Розой Исцеление Барри смогло сделать Капец, почти вынесло С Нанем мы тоже были невероятно близки Однако здесь были моменты, когда он просто уничтожался Конечно же, любой танк уничтожает его вблизи Так как они просто смеются над его исцелением И это также относится к таким драчунам, как Шелли Шелли там до свидания сразу Динамит тоже смог победить благодаря своему превосходному урону Динамит перепрыгнул просто его лужу Ну слушай, неплохо, неплохо, неплохо Нет, Барри хороший бравлер Я думаю, что многие хотят его получить И возможно, кстати Мы не понимаем, будет он бесплатным А, против Фрэнка Что, конечно, случается редко Я также хотел испытать Барри в нескольких разных вещах Смотри, сколько урона носит Он отличается от других драчунов А теперь, начиная с первого раза Я хотел посмотреть, насколько он хорош или плох в нанесении повреждений Поэтому я поставил его против робота в тренировочной пещере И ему потребовалось целых 36 сотых секунд, чтобы убить босса Ну это долго Это означает, что его урон составил около 2,7 ДПС И это при всех его способностях Используются способности Ну маловатенько, маловатенько Но все-таки герой поддержки Ну Кроу-то вообще убивает за пару секунд То становится ясно, что он не самый сильный Однако он также не в самом низу списка Потому что есть драчуны с меньшим уроном Такие как Поко Ну как Поко Ну Поко немножко другая способность И он редкий, а не эпический Так что несмотря на то, что он все еще немного не в лучшей форме Он не самый худший из тех, кто получает серьезные повреждения Нет, 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 не самый худший И поскольку он является бойцом поддержки и помогает другим выживать Вы, вероятно, догадались бы, что он хорошо справится с тестом на живучесть И да, вы были бы правы Да, его убить невозможно В отличие от маленького робота-стрелка в пещере, его невозможно убить Да, потому что он усилился быстрее, чем кто-то носит ему урон Он может буквально просто стоять там и залечивать все повреждения и никогда не умерть Да, 660, а его бьют на 500 И последнее сравнение, это открытие коробок с силовыми кубиками Шоудаун Я установил 8 из них И поскольку его удары долго остаются на земле Но они легко раскроются Да, легко раскроются Слушайте, мне нравится Я уже хочу за него поиграть, ребята Если тоже хотите поиграть за него, ставьте лайки Ну да Ну да Ну слушай, прям хорошо Хотя я думаю, что дуэты подойдут ему гораздо лучше, чем соло Плюс у него есть еще гаджет на отталкивание Теперь, как ты можешь видеть, есть моменты, когда Берри блистает, а также моменты, когда ему приходится нелегко Ага, то есть сейчас покажут его лучшие моменты и его худшие моменты Вот это интересно Давай Ну он просто меняет внешку, больше ничего То есть не анимация так, и он будет стоить очень мало, поэтому Слушайте, он любит маму Он любит маму Это здорово У него есть татуировка мамы А ну-ка Несколько моих любимых Звук соленых слез Так, секундочку Мы должны послушать без перевода Стоп! Я понял, кто его озвучил, ребят! Я думаю, что многие из вас слышали хотя бы один раз про такого зарубежного ютубера У него 36 миллионов подписчиков Марки Плайер И послушайте его голос Секундочку Вам кажется или мне кажется, что его озвучил Марки Плайер? Я не знаю, правда ли, нет Но мне кажется, голос очень сильно похож И я почему-то больше, чем уверен Ладно, так что вопрос остается открытым Посмотрим дальше Насколько хорош будет Барри И в каких режимах игры он собирается преуспеть? Ну, смотри Ну что же, прежде чем я выскажу тебе свое мнение А, Мико ответил Вот несколько профессионалов, которые расскажут тебе, что они думают Подожди, а почему он нанес Мико 2600? А, у него банок было 10 штук Я понял, почему так много уронов Вот несколько профессионалов, которые расскажут тебе, что они думают о Барри Я думаю, что Барри будет очень-очень сильным Лекс, я думаю, что Барри будет абсолютно безумным. Это какие-то простальные игроки. Я честно их не знаю, наверное, вы слышали про них, но... Это слишком много для отрицания с воздуха. Это позволяет уйти от убийц. Исцеляет твоих товарищей по команде, обитателя. Тот факт, что ты можешь нанести 10% урон более безопасному 12%, что бы это ни было, просто безумие. У него есть устройство для отбрасывания при броске, что само по себе безумие. У метателей есть две вещи, о которых практически никто не слышал. А управляющий просто чокнутый. Я думаю, что Барри, вероятно, станет лучшим драчуном в игре. Ну, лучшим нет, но я думаю, что один из сильных и героев поддержки прям очень нужен. Что он будет безумным брюллером. По-моему, это лучшим... Безумным брюллером. Ну, такой себе перевод. Ну, ладно, мы поняли. Что касается того, что я думаю. Что же, давайте посмотрим на хорошие, плохие и уродливые стороны способностей Барри. Если говорить о хорошем, то нам нужно поговорить о его суперспособности. Это, безусловно, его лучшая способность в арсенале. По факту. Она наносит много мгновенного урона, а также оставляет затяжные повреждения и заживление. 3000 урона плюс оставляет лужи. Ты можешь использовать ее для подтверждения убийства. То есть, смотри, просто снес и убежал, и вернулся. Офигеть. Просто всю команду снес. С этим связано то, как легко ты можешь зарядить его супер. Ты можешь исцелять себя, товарища по команде, или наносить урон, как обычно. Смотрите, просто убил, забрал гем и убежал. Так что ты должен иметь возможность довольно часто использовать лучшую часть его экипировки, которая на самом деле действительно потрясающая и очень нужная. Еще один огромный плюс заключается в том, как долго его удары остаются на земле. 6 секунд на пол лежит, это очень круто. Это пипец какая жесть. Это позволяет ему очень эффективно воздействовать на зоны поражения, или даже обеспечивать себе или товарищам по команде пассивное исцеление, которое длится довольно долго. Его гаджеты также великолепны, и их можно использовать по-разному, но оба работают очень хорошо. От защитного гаджета до такого, который позволяет ему наносить удары очень долго. Ну вот это вот второй гаджет спорный. Хотя да, его удар действительно длится долго. А, типа если с мечом будет идти какой-то фрэнк, допустим, он фиш, что-то может сделать ему удар. У них появляются защитные механизмы и другие целительные способности. Он ничего не может делать. Хотя, есть гаджет на отталкивание. Ну да, урон у него все-таки не моментальный. Следующий минус заключается в том, что его скорость перезарядки, не обладая определенной звездой силой, и не имея возможности самостоятельно выстрелить, очень-очень низкая. И это причиняет боль. Но есть пассивочка на перезарядку, поэтому в принципе 6 секунд это уже нормально. То есть, что тебе просто нужно учитывать каждый выстрел. А теперь перейдем к самому страшному. Его сила второй звезды это просто полная чушь. Не используй ее, не покупай. Это до тех пор, пока они не улучшат ее. Тот небольшой урон, который ты получаешь, и только при определенных условиях, не стоит того, чтобы упускать возможность повысить скорость перезарядки, в которой он отчаянился. Поэтому, ребята, используем первую пассивку на Берри, как только появляется. Его дальнобойность просто недостаточно велика. По сути, это то же расстояние, что и у динамита, но он наносит лишь малую часть урона. И да, он остается там в течение длительного времени, но это просто недостаточный урон, чтобы оправдать такую короткую дистанцию. А теперь, что касается того, где вам следует играть с ним. А ну-ка давай. Смотрим, в каких режимах игры он будет успевать, а в каких ему, вероятно, придется не успевать. Солоши Д, точно нет. Схватка в одиночку будет не простой. Потому что любой ассасин добьется своего, особенно если вы этого не сделаете. Возьми своего управляющего. Хотя ты можешь войти в дыр, затем исцелить себя и создать своего управляющего, не вступая ни с кем в бой. А-а-а, фигеть, просто отхилился в тумане. Но я бы сказал, что одиночная схватка это тот режим, которого тебе лучше избегать с байами. Ну, если много банок налутал, в принципе, нормально. Вдуши, да, еще возможно, в принципе, попытаться, смотри, он пока-пока-пока вообще там боевой пошел. А вот в 3 на 3, ребята, прям смотри, что он делает. Он закидал всех, убил просто всех, забрал сегем и вернулся. Как бы то ни было, другие метатели, вероятно, будут более сильны. Просто отхилил всю команду и убил всех. Смотри, провязал гаджет, бросает теперь гаджет, да, как я и говорил, в узкое место, гаджет лежит, атака 12 секунд, Так, подожди, а-а-а, захват звезды риск не стоит ходить, правильно? Реально он ультой уворачивается от всех опархов, это прям жизнь. Ну, отчиздобил, да. Ну, нужно аккуратно стоять, выбирать режимы, там, где много стен. Ну, как и для любого Виталия, много стен, стоим, защищаешься. Сейчас ограбление — это сложная задача, потому что, хотя ваш урон действительно невелик, оно длится долго. Объедините это с гаджетом, и вы сможете нанести 24% безопасного урона всего тремя выстрелами. Кроме того, вы можете заблокировать все точки доступа к вашему сейфу одним выстрелом, который длится по чему. Смотри, просто на сейф накидал, и все. Чтобы добиться успеха, вам придется действовать медленно и продвигаться вперед. Но если вы сможете добраться до сейфа, то у вас все получится. Броу Булл также будет сильно зависеть от карты, но на самом деле я не испытываю к нему ненависти. Он может использовать свою способность, чтобы сыграть несколько действительно хороших. Он может использовать свой нокдаун, чтобы выбить мяч из рук других дрочунов, а также использовать свои удары, чтобы закрыть точки удушения. Ему будет не хватать в обороне, но я думаю, что если карта подходит для метателя, то да, почему бы и нет. И тогда, вероятно, его лучшим игровым режимом будет горячая зона. Это потому, что его удары длятся так долго в зоне, что они обеспечивают исцеление, а также его можно настроить так, чтобы он длился 12 секунд, подавляя дрочунов еще больше. А супер можно использовать просто для того, чтобы нарисовать свой собственный. Так что да, пока карта не раскрыта полностью, он хороший выбор для горячей зоны. Так насколько же, по-моему, Барри будет хорош? Ну что же, моей первой инстинктивной реакцией было то, что он действительно чувствовал себя слабым. И хотя да, он слаб в некоторых областях. Его универсальность, благодаря его исцелению, его продолжительным ударам, в сочетании с действительно хорошим с собой, он становится дружином, он становится дружином, как он будет очень неприятно играть. Если вы не сможете добраться до него, он будет представлять угрозу. С другой стороны, я просто играю с ботами в сборке для разработчиков. Ну да. С настоящими игроками будет сложнее. Итак, друзья, ну что, мы посмотрели только, что про Берри. Пишите, что вы думаете про этого Бравлера. Как только он появится в игре, я буду разыгрывать его у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь на мою тележку по ссылочке в описании. Ставьте лайки. Всем удачи. Будут еще сникпики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok